Добрый день, дорогие зрители! Сегодня на православном портале «Экзегет» мы с вами немного побеседуем на тему, вызывающую значительное разделение в христианской среде, среди тех, кто вынужден сталкиваться с этой тематикой, просто потому что какое-то время назад информация, связанная с этой серией книг, с этими героями, унеслась, что называется, из каждого утюга, и, в общем-то, куда-то спрятаться от юного волшебника с зигзагообразным шрамом, летающего на метле, ну, не представлялось возможным практически ни для кого. Вышедшая полумиллиардным тиражом франшиза, последовавшая за ней выпуск целой серии фильмов, конечно, сделали героев книги писательницы Джоан Роулинг самыми узнаваемыми, наверное, медийными персонажами на всей земле, и их изображения, фигурки, их книги о их приключениях и похождениях, фильмы, снятые на ту же тему, они, в общем-то, распространились самым широчайшим образом от Гренландии до Тимбукту, и, так сказать, даже еще более широко. И, в общем, конечно, наверное, и все дети, и не только дети, но и значительное число взрослых, вынуждено было участвовать в этом своеобразном буме, связанном с появлением вот такого суперпопулярного персонажа. И само по себе это появление встретило, конечно, не только многочисленнейшую армию фанатов по всему миру, но и, безусловно, определенное такое разделение. Встретило ряд противников, которые находили в этих книгах и в этой серии множество вещей, которые для них представлялись неприемлемыми, которые их смущали, которые их, в общем-то, задевали какие-то основы их мировоззрения. Это касалось, в первую очередь, конечно, и представителей христианских церквей, и, безусловно, мусульманских общин, ну и, наверное, практически всех вот таких вот традиционных религиозных обществ, для которых появление вот такого мальчика-колдуна, как главного героя рубежа XX и XXI века, сделалось, ну, таким серьезным вызовом и испытанием их собственных взглядов и убеждений. Ну и, безусловно, конечно, православная среда тоже в значительной степени разделилась в своих оценках того, как необходимо относиться к героям этих литературных произведений, к их самим, к тем идеологическим основам, которые положены в такой фундамент идейный, идеологический этих произведений. И, в общем-то, было высказано множество разных мнений с одной и с другой стороны. Ну, в нашей православной среде появилось довольно много людей, которые решительно отвергли саму возможность как-то наладить культурные связи с выходцем из подпера британской писательницы-волшебником. Ну, наверное, наиболее так как-то объемный и всесторонний в этом смысле анализ произведения был дан в такой брошюре, не очень большой, но достаточно емкой по содержанию, написанной нашими известными православными психологами Медведевой и Шишовой. «Гарри Поттер, стоп! Попытка экспертизы». В общем-то, там, наверное, наиболее полно собраны аргументы противников того, чтобы приключения юного колдуна Гарри Поттера кружили головы подрастающему поколению, которое, надо сказать, правда, за это время уже успело изрядно таки подрасти. На другом полюсе оказался ряд людей, исповедующих иную точку зрения, выраженную, например, в статье о работе одного талантливого, небезызвестного диакона, которого его, к сожалению, миссионерские усилия увели сейчас окончательно в раскол. И который свою позицию обозначил как «Гарри Поттер, попытка не испугаться». Ну, в общем-то, с тех пор не испугаться Гарри Поттера постарались весьма и весьма многие из тех, кто выступал на эту тему в медийном пространстве. Не так давно наши замечательные батюшки даже постарались не испугаться настолько, что записали почти двухчасовую беседу на эту тему с волшебными палочками в руках, которыми они, видимо, хотели доказать свое, так сказать, полное бесстрашие перед лицом колдуна в очках и его друзей и сотоварищей. Ну, надо сказать, что это, конечно, вызвало определенное смущение тоже у многих православных людей, для которых, в принципе, такой подход казался и оказался неприемлемым. И, в общем-то, вот эти разделения, эти брожения продолжают смущать умы православных людей, ну, несмотря на то, что, в общем-то, прошло уже много лет. Бум Гарри Поттера несколько паутих, мода на него все-таки сходит до некоторой степени на нет, ну, то есть она продолжает как-то сохраняться во внушительной армии фанатов и поклонников этого героя. Ну, в общем-то, как и любую моду, ее нужно все время поддерживать. Ну, и недавние продолжения в виде сначала пьесы уже о детях Гарри Поттера, а затем, так сказать, и о его предшественниках, там, магозоологах, которые разыскивают фантастических животных, ну, в общем-то, скажем, не в той степени зашла, как сказать, или выстрелила в массы, как это произошло с предыдущей основной франшизой и вот основными семью частями этой серии книг и фильмов. И поэтому, конечно, в общем-то, в каком-то смысле интерес несколько поутих к этой тематике, но все равно остается достаточно высоким. А кроме того, в общем, безусловно, конечно, вся эта история уже достаточно давно и прочно прописалась в культурном пространстве, практически почти в каждом доме, в каждой семье, так или иначе их коснулась. И уже не первое поколение растет на этих книжках и этих фильмах. Ну, а те, кто встречали свое детство в руках с долгожданной книжкой, которая каждой из следующей книги в этой серии выходила с разницей в год. И, конечно, все практически дети на земле, кто успел проглотить предыдущую книжку, запоем они с дрожью в руках ожидали, когда же появится следующее, продолжающее собой эту серию издание. Ну, сейчас, конечно, вот тот мир, который встречал Гарри Поттера на ура, когда-то успел в значительной степени измениться. И теперь, конечно, наверное, для стяжания подобного же успеха Гарри Поттеру недостаточно было бы просто летать на метле, взмахивать палочкой и спасать мир. Но нужно было бы, наверное, еще все-таки стать и чернокожим транссексуалом, представителем какого-нибудь сексуального меньшинства, желательно сменившего свой пол. Но без этого как-то сейчас уже одно колдовство, наверное, не способно было бы вызвать столь большого ажиотажа и столь большого восторга у современной публики. Ну, поскольку этого, в общем-то, пока не произошло, и появление подобного героя, наверное, дело будущего, мы пока все-таки сосредоточим наше внимание на делах прошлых и на той серии книг, которую до сих пор те, кто на ней выросли, любят перечитывать уютными зимними, и не только, наверное, зимними вечерами, читают эти книги своим детям. Как мы выясняем, этим занимается даже наше православное духовенство. Ну, я сразу оговорю, что мне не хотелось бы вот в этой беседе так однозначно вешать какие-то ярлыки, однозначно выносить какие-то такие оценки всем, так сказать, так или иначе, поучаствовавшим в этом процессе, за или против. И, в общем-то, моей целью в данном случае является не вынесение приговора в духе таких литературных судов 30-х годов, которые проводились над теми или иными литературными героями идеологизированной советской молодежи, а, в общем-то, скорее просто действительно попытаться разобраться в том, каким вообще образом стало возможным появление и такой бешеный успех такой книги, такой серии книг и фильмов, как «История Гарри Поттера», каким образом это вообще произошло и что собой представляет мир и героев Гарри Поттера, и, в общем-то, в значительной степени его почитателей и поклонников. Ну, а слушатели и зрители уже сами будут вольны делать какие-то собственные выводы из этого рассказа и формулировать собственное отношение, собственное мнение к происходящему и к вот такому культурному, литературному, ну и вообще, можно сказать, мировому явлению, как Гарри Поттер и весь круг, связанных с его таким стремительным появлением на нашем ментальном горизонте проблемами. Ну, надо сказать, что история эта будет не совсем короткой и начнется она не с сегодняшнего и даже не со вчерашнего и не с позавчерашнего дня, для того, чтобы вообще ответить на вопрос, кто такой Гарри Поттер и как вообще подобный герой мог появиться и покорить умы миллионов людей, нужно вообще обратиться и сделать, ну, небольшой, конечно, достаточно такой краткий схематичный экскурс вообще в историю британской литературы и культуры, поскольку, в общем-то, Гарри Поттер, безусловно, плоть от плоти именно британской культуры и не случайно создательница серии этих повестей и, в общем-то, продюсер серии этих фильмов Джан Роулинг настаивала на том, чтобы всех, без исключения, кто принимает участие героев серии этих фильмов, играли непременно именно британские актеры, поэтому кастинг проводился в основном на территории Соединенного Королевства, поскольку, в общем-то, в этом выразился, конечно, не только такой патриотизм Джан Роулинг как англичанки и британки, ну и, в общем-то, конечно, понимание ею того, что вся эта история глубоко укоренена именно, в первую очередь, в британской культуре, в британском менталитете, и именно ее носители могут наиболее адекватно как-то служить ее выражению, ну, даже на киноэкране. Поэтому, в общем-то, сейчас мы, наверное, вот таких хотя бы кратких чертах коснемся того, каким именно образом произошел вот этот вот путь британской культуры от, в общем-то, однозначно тех христианских начал, на которых она когда-то строилась, и до того, что представлено уже в серии книг о Гарри Поттере. Насколько вообще можно говорить о том, что Гарри Поттер – произведение такое антихристианское? Ну, не буду сейчас сразу как бы выносить, опять же, таких окончательных оценок по этому поводу, но отмечу, как мне кажется, одну такую очень любопытную деталь, которая является, может быть, такой незначительной, и чаще всего просто вообще ускальзывает от внимания большинства читателей этой серии, но, тем не менее, она является необычайно показательной и характеризующей вообще весь мир Гарри Поттера, его героев, его читателей. Эта черта встречается практически в каждой книге о Гарри Поттере, за небольшим исключением, и, как правило, несколько раз. В тексте этих книг несколько раз встречается такое очень своеобразное выражение. Там говорится о том, что Гарри Поттер молится. В оригинальном тексте употреблено именно выражение «praying» – молиться, не просить, не умолять, не упрашивать, но именно молиться в религиозном смысле этого слова, этого значения. Например, даже в первой книге употребляется этот оборот, когда Гарри Поттер со своим другом Роном Уизли бегут для того, чтобы спасти свою подругу Гермиону от опасности быть схваченной внезапно появившимся троллем, то вот на бегу Гарри Поттер, как о нем говорится, «praying», он молится о том, чтобы обстоятельства сложились таким образом, чтобы Гермиона сумела каким-то образом спастись от этого самого тролля. И далее практически в каждой книге, как я уже говорил, этой франшизы встречается, причем по нескольку раз, в том или ином контексте, вот это своеобразное выражение о том, что Гарри Поттер молится. Но интересная деталь при этом состоит в том, что нигде не говорится о том, кому молится Гарри Поттер. Вот куда обращена его эта молитва? Кто является ее получателем? И действительно, мир Гарри Поттер – это какое-то очень своеобразное явление, в котором герой, главный герой, и не только он, я об этом, как я уже упомянул, ясно и откровенно говорится, молится, но при этом совершенно нет ни одного упоминания о Боге или даже о богах, которому Гарри Поттер мог бы молиться. Это совершенно парадоксальная, удивительная ситуация, когда в книге присутствует Рождество, но ни разу не упоминается Христос. когда в книге ведется борьба с силами зла, но ни разу не упомянутый носитель этого зла – духи, то есть абсолютно отсутствует вот эта духовная составляющая и такая вот духовная первопричина этого зла. То есть и идея Бога, и идея дьявола содержатся в этой серии, ну вот в такой какой-то форме скрытой. Нигде и никогда эти идеи, основополагающие вообще для христианской культуры, они не озвучиваются напрямую и нигде не выражаются каким-то ясным образом. Собственно, это во многом и ставит в тупик религиозных читателей книги о Гарри Поттерах. С кем же вы, Джан Роулинг? С кем вы, Гарри Поттер, Уизли, Гермиона, профессор Дабудур? Собственно, вы за кого? Вы на самом деле верите ли вы в Бога? Встает как бы такой вопрос. И кому же вы на самом деле молитесь? И что стоит за этой вашей силой, которая приводит в движение предметы по взмаху ваших волшебных палочек? Вот это вопрос, который является главной интригой, наверное, всей этой серии романов, который нарочно оставлен без ответа. И решение, и ответ, поиск ответа на этот вопрос, он предлагается каждому читателю, который уже сам для себя определяется с тем, ну, какую сторону в его картине мира занимает Гарри Поттер и вообще вся эта история, и является ли он таким идеологическим противником или все-таки союзником. И вот в поисках ответа на этот вопрос, как мы видим, уже, в общем-то, и наше духовенство проводит какие-то беседы аналитические, и на самом деле масса исследователей по всему миру проводит какие-то параллели, зачастую невероятно смелые, сравнивают несколько, в общем, даже так скандально Гарри Поттера со Христом, саму серию книг вообще каким-то фантастическим абсолютно образом уподобляют и, в общем, открыто называют Евангелием нашего времени, и, в общем-то, пытаются найти там те истины, которые, собственно говоря, непонятно, зачем искать, собственно, вне евангельского контекста, искать вот в этом каком-то таком духовно пустом пространстве, в котором молятся неизвестно кому, то, что, в общем-то, вполне ясно, очевидно, выражено в Евангелии. Вот этот вопрос, он, в общем-то, как-то продолжает будоражить и смущать, и разделять наших современников, да, вот в их отношении к такому явлению, о котором мы говорим. Но сейчас, прежде чем, вот, в общем-то, попытаться ответить на вопрос о том, кому молился Гарри Поттер, и как вообще можно эту его молитву объяснить и истолковать, мне бы хотелось рассказать о том, ну, в общем, долгом и непростом пути, который вел вот на эту платформу 9,3, с четвертью, с которой отправляется Хогвартс-экспресс, и, в общем-то, когда был дан первый свисток отправления этого поезда. Ну, здесь, конечно, можно углубляться, может быть, до бесконечности в эту материю, и, в общем-то, копнуть и на литературу романтизма с готическим романом, который невероятно был распространен во всей Европе, в том числе Британии, и увлеченных читателей и читательницы этого жанра высмеивала в свое время в своих романах небезызвестная Джейн Остин, например, там, в Нортангерском аббатстве у нее есть героиня, которая прямо, ну, такими комичными чертами где-то даже описана в ее таком невероятном увлечении, этой будоражащей кровь литературы, надо сказать, что и ряд женщин писательниц тоже успел отметиться на этом поприще на рубеже XVIII-XIX века, но, так сказать, это была такая прелюдия, это была такая прихожая еще совсем, с которой начался путь к Хогвартс-экспрессу. Но одной из таких очень важных отправных точек на этом пути мне представляется не очень широко известная литература из истории британской словесности. Это такой деятель, жизнь которого относится к тоже концу XVIII и первой плаги XIX века, Томас де Квинси. Этот человек, в общем-то, испытал в своей жизни довольно много каких-то сложностей, превратностей, испытал тягостное одиночество, испытал бесприютные скитания, несмотря на то, что он, в общем-то, происходил из благородной семьи, получил великолепное образование, правда незаконченное, незавершенное, блестяще владел греческим и латинским языками. Но при этом вот в какой-то момент в его жизни он оказался бездомным, скитался, не выдержав таких тяжелых каких-то условий в том образовательном учреждении, в котором он оказался. И достаточно часто, испытывая голод, всевозможные боли и прочие такие лишения и страдания, он пристрастился к опиумной настойке. И надо сказать, что вот это увлечение не покинуло его на протяжении всей его жизни. Он, в общем-то, до конца практически жизни был опиоманом, хотя, в общем-то, старался держать свое пристрастие под контролем, сумел даже, в общем-то, жениться, обзавестись семейством, написать целый ряд книг, сделать ряд переводов, сделаться достаточно известным библиографом в Британии. Но наибольшую известность и славу ему принесла книга, которая вышла в 1821 году и называлась «Исповедью», ну, как в оригинале она называлась, «Поедателя опиума», потому что именно этот вот, «Опиум eating», именно вот это выражение, оно в английском языке служит выражением процесса употребления опиума. Ну, вот у нас она более известна как «Исповедь опиомана». И вот эта книга, на самом деле, произвела просто фурор по обе стороны океана и в Европе, вызвала массу подражаний и вообще привлекла внимание широкой общественности вот к проблеме употребления опиума, которая на самом деле на тот момент, ну, сделалась достаточно заметным вообще влиянием на всем культурном, европейском и не только европейском пространстве. Ну, вообще говоря, с настойкой опиума Европа познакомилась еще в XVI веке благодаря трудам такого очень известного врача и алхимика, которого звали Филипп Ауреол, Теофраст, Бамбаст, Гогенгейм, а всему миру он стал широко известен под своим творческим псевдонимом Парацельса. Вот этот самый Парацельс, швейцарский врач, фармаколог и алхимик, впервые, как считается, в Европе ввел в оборот снадобье, которому дал собственное имя Лауданум Парацельси. Это вот как раз-таки была настойка опиума. С опиумом в основном Европа изначально познакомилась благодаря своим связям с Востоком, благодаря крестовым походам и тому распространению, которое опиум имел в то время на Востоке. Но в XIX веке, в конце даже XVIII века, в Британии происходит такое второе открытие опиума и придуманное еще в XVI веке настойка Лауданум Парацельси вновь становится востребованной и широко распространенной. Причины этого лежало во многом в колониальной политике Британской империи. Дело в том, что в Индии британской колониальной администрации выращивалось огромное количество опиума, который поставлялся в основном в Китае для того, чтобы не бесплатно и в огромных масштабах травить местное население. Но, в общем-то, в качестве колониальных товаров этот самый опиум попал в значительном количестве и на британский внутренний рынок и распространился и в другие государства и сделался весьма такой вот, ну что ли, модной новинкой, модным открытием. Причем оно распространилось настолько широко, то, что Томас де Квинси в своей книге «Исповедь опиамана» говорит о том, что в его время значительное количество даже рабочего класса употребляло опиум намного в больших масштабах и охотнее, чем даже спиртные напитки, поскольку спиртные напитки стоили намного дороже, чем аптечный пузырек, который можно было приобрести у любого аптекаря и в любой лавке колониальных товаров употребить и весело провести свои выходные дни в состоянии экстаза и необычайного такого возбуждения всех духовных сил. Почему мы сейчас, собственно, поднимаем вот этот, казалось бы, чисто социологический аспект жизни Британской империи? На самом деле потому, что вот это увлечение опиумной настойкой, на самом деле оказало очень большое влияние вообще на умы британцев, в том числе британской аристократии, британской читающей, а главное пишущей и вообще всячески творящей публики. Употребление опиумной настойки вызвало совершенно особое направление умов. Оно позволило позволило перенести интересы британских творцов вот в какую-то такую совершенно вымышленную область грез, область мечтаний, погоня за этой мечтой, за этим каким-то иллюзорным, вымышленным и необыкновенно прекрасным миром, и в то же время миром пугающим, миром тревожным, миром полным опасностей и каких-то в то же время и страшных видений, стало вот таким одним из руководящих что ли моментов вообще в истории движения всей британской культурной и литературной мысли, по крайней мере в значительной степени сумело ее определить. Читатели просто запоем проглатывали, как автор проглатывал настойку опиума, его сочинения восторгались необыкновенно талантливо изображенными и радостями от приема опиума и теми страшными видениями и грезами, которые невероятно, надо сказать, живописно талантливейший писатель Томас де Квинси сумел отобразить в этой своей не очень большой по объему исповеди и это стало вот таким определенным, ну как сейчас принято говорить, трендом британской культуры. Вот это стремление в какой-то совершенно иной мир, движущим что ли топливом, которого являлась настойка опиума. этому же в общем-то влиянию подверглись и поэты романтики начала XIX века, в первую очередь представители так называемой озерной школы или как их называли поэты озерного края, поскольку в этой области на севере Англии, куда, кстати говоря, очень любили путешествовать герои-героини Джейн Остин в этой невероятно такой вот живописной какой-то обстановке поселились многие представители романтической литературы первой половины XIX века в Британской империи. Одним из самых ярких их представителей был знаменитый в Британии и за ее пределами поэт Сэмуэль Коллидж. Именно употреблением настойки опиума были вдохновлены многие из его произведений. Одним из самых знаменитых что ли в этом роде является его поэма Кубла Хан. На русский язык она была переведена намного позднее Константином Бальмонтом или Бальмонтом. И вот это очень такая интересная своеобразная история. Сам Коллидж сознавался в том что эта поэма была сочинена им в числе других лирических романтических баллад под непосредственным воздействием опиума. Он принял на ночь опиум и ему привиделся какой-то необыкновенно яркий сон в котором он просто вот услышал строки необычайно очаровавшие его поэмы Кубла Хан. Это так сказать навеянные повествованиями Марка Пола история о какой-то такой совершенно фантастической на самом деле Монголии как он совершенно фантастическом Востоке о каком-то прекрасном замке таком замке грез который был построен этим Кубла Ханом или Хубилаем и вот единственная незадача была в том что когда Колерич проснулся он успел записать часть этой поэмы но потом пришел слуга который позвал его на встречу с каким-то человеком спустился открыл дверь никакого человека не было но зато остальные строки поэмы бесследно растворились из его памяти и в результате получился такой краткий в общем-то даже поэмы назвать трудно это такой отрывок очень хаотичный на самом деле по своей структуре несколько раз в продолжении этого не самого большого поэтического текста просто меняется поэтический размер и в то же время вот это краткое произведение оказало просто оглушительное воздействие на всю британскую литературу и не только британскую надо сказать не случайно такой знаменитый аргентинский писатель и литературный критик Хорхе Луис Борхес вообще назвал эту поэму своего рода квинтэссенцией всей британской поэзии и литературы и вот выражением какой-то особенной свойственной британскому стиху музыки и действительно вот казалось бы такое небольшое по своему объему произведения оно просто полностью захватило умы читающих своей душою британская публика готова была перенестись в этот какой-то совершенно волшебный мир грез в котором существуют эти прекрасные замки в котором мир выглядит совершенно не так иначе не таким образом как окружающая серая действительность и в общем-то благодаря этому во многом складывается вот та тенденция в британской литературе которую можно охарактеризовать как эскейпизм то есть направленность этой литературы на ну такое своего рода бегство от реальности в какие-то положительные эмоции в какое-то вот такое иллюзорное прекрасное сказочное существование которое как выясняется во многом было вдохновлено и навеяно ничем иным как небольшим пузырьком с настойкой подаренной европейцам еще в 16 веке и вот удивительным образом вот этому наркотическому экстазу творцов присоединяется огромное количество людей которые может быть сами и не употребляют это настойки хотя как мы говорили ну что ли такая аудитория тех кто соединял литературу и искусство с вдохновляющим действием лауданом парацельси в Британии было достаточно велико они не писали под действием наркотиков непосредственно да потому что ну творить под наркотиками невозможно скорее это было тем опытом который определял их творчество то есть как бы творчество оно развивалось отдельно но вот направление этому творчеству задавалось вот этим опытом употребления наркотиков да но даже для тех кто лично этого не делал сам так сказать продукт вот этого вдохновения наркотического оказался очень востребован интересен и если существует такой термин как пассивный курильщик да например то вполне можно назвать значительную часть читающей британской публики такими пассивными потребителями наркотического опиатного экстаза следующей вехой на этом пути вот такого определенного литературного эскипизма стала другая тоже мало известная русской читающей публике тем более двадцатого двадцать первого века британская поэтесса Элизабет Баррет Браунинг надо сказать что жизнь этой женщины тоже была достаточно нелегкой но во многом это было связано еще и с возможностью ничего не делать и лежать в постели конечно у нее были серьезные проблемы со здоровьем еще более серьезные проблемы у нее были с невероятно жестким авторитарным отцом семейства богатым коммерсантом который смог дать своим детям в частности Элизабет великолепное домашнее образование но потом она как-то так захандрила всевозможные какие-то бедствия утраты родственников и болезни уложили ее в постель и значительную часть своей жизни вплоть до сорока лет почти эта женщина провела практически безвыходно находясь в своей комнате и скрашивая свое уединение чтением и надо сказать довольно талантливыми переводами в том числе с древнегреческого а также сочинением стихов ну другим ее утешением которое позволяло ей найти душевное равновесие среди вот этих безусловно трудных обстоятельств в своей жизни было регулярное употребление опиумной настойки которая также в значительной степени была ответственна за ее поэтическое вдохновение приняв для поддержания своих угасающих постоянно телесных и душевных сил очередную дозу этой настойки Элизабет Баррет как ее звали в девичестве принималась творить свои на самом деле действительно замечательные выдающиеся для британской литературы стихи эти стихи привлекли к ней внимание одного сравнительно молодого человека Роберта Браунинга который вступил сначала с ней в переписку затем совершилось личное знакомство происходили многочисленные тайные встречи и наконец Элизабет Баррет Браунинг решилась на совершенно такое нечто невообразимое она покинула свой затвор свою постель умудрилась преодолеть свое тяжелейшее заболевание тайно сбежать из дома выйти замуж переселиться в Италию родить сына ну и ее книга стихов португальские сонеты написанные от лица как бы такой вот португальской монахини которой она себя уподобляла вызвали просто такой интеллектуальный взрыв вообще у читающей публики по обе стороны океана и в общем-то открыли во многом путь в серьезную литературу и поэзию очень многим женщинам писательницам в том числе знаменитой американской поэтессе Эмили Диккенсен и кстати говоря послужили источником вдохновения для Эдгара Алана По который использовал многие образы из поэзии и вообще из вот такой духовной настроенности Элизабет Баррет Браунинг в своем последующем тоже весьма таком но явно неизбежавшим влияния наркотических средств и лежащим вот в том же русле тенденции эскепизма творчестве вот такими были вехи которые прокладывали путь пока еще очень далекий путь такому автору как Джоан Роллинг на литературную арену скорее пока просто готовили пространство для появления целого направления в литературе и в культуре одним из представителей которого явилась как раз таки вот Джоан Роллинг поэтому может быть мы так несколько чересчур подробно останавливаемся на вот этой вот истории вот этого движения умов которое привело британскую культуру британскую литературу к появлению в частности такой фигуры как Джоан Роллинг надо сказать что все вот эти упомянутые творцы никоим образом не порывали с христианской нравственностью с христианской религией с христианским началом но исповедовали вполне такие вот добропорядочные христианские ценности по крайней мере внешне что впрочем не мешало им не только принимать настойку опиума и вдохновляться ею в большей степени чем скажем Евангелием в своем творчестве но и заниматься например такими вещами как спиритизм усталоверчение чем надо сказать в значительной степени как раз таки увлекалась и Элизаберет Барет Браунинг сменившая свое пристрастие к опиумной настойке ежевечерними спиритическими сеансами в ходе которых стол крутящийся давал ей ответы на все так сказать вопросы об этом мироздании бытие окружающей жизни и сделался для нее таким своего рода оракулом практически до конца ее чуть менее чем 60-летней жизни и вот эта тенденция поиска при внешнем внешней принадлежности к христианской церкви англиканской чаще всего церкви реже католической оно в общем-то определяет собой духовные поиски духовный облик британских творцов последующего времени но не забыт конечно и опыт наркотический он в том числе вызывает к жизни такое очень мощное движение в британской в первую очередь живописи а также и в литературе и в поэзии как художественное направление прерыва элитов в основе этого художественного направления стояли три такие скандальные юнца англичанин итальянского происхождения данте габриэля рассетти ну а также его ближайшие друзья и сподвижники художники уильям холтер хант и джон эверет милле надо сказать что вся компания активно баловалась опиумной настойкой и при этом мечтала внести новое слово ну это собственно было не единственным их увлечением подобного рода при этом мечтала внести совершенно новое слово вообще во всю художественную жизнь британской творческой элиты в своем основным наверное посылом все всего творчества прерыва элитов а в дальнейшем к этому течению присоединилось порядка 20 с небольшим наиболее таких вот ярких его представителей является принцип не здесь и не сейчас в своем творчестве прерыва элиты всячески избегают контакта с окружающей жизнью ну в значительной степени может быть там только один из представителей такой как Альберт Хьюз он больше как-то уделяет внимание социальной тематике в свое произведение но в общем и целом можно сказать что это художественное направление было целиком и полностью противоположно ну скажем вот такому явлению в русской живописи как художники передвижники если передвижники были в основном сосредоточены на социальной тематике на жизни окружающих их людей на той боли которой они старались сопереживать и которую во множестве встречали вокруг то в общем творческим кредо преррафаэлитов было как раз таки вот это такое переселение в мир идеальный в мир прекрасных образов в мир прекрасных грез мечтаний чему как мы уже сказали в значительной степени способствовало и их постоянно подогреваемое творческое вдохновение возбуждение ну вот всевозможными такими стимулирующими средствами от алкоголя и абсента до опиумной настойки и прочих в общем-то закиси азота и прочих расширяющих сознание как принято говорить веществ в своим таким художественно эстетическим кредо эти художники сделали ну исповедание принципов художников раннего возрождения предшественников рафаэля санти почему собственно течение было названо прерафаэлитами и во многом действительно вот эта эстетика раннего возрождения выразилась в тех творческих приемах которыми эти художники пользовались любимыми темами для них стали например артуриана комплекс легенд о короле артурии рыцарях круглого стола всевозможные готические народные предания сказания произведения шекспира то есть это было такое отражение литературной реальности в реальности художественной плюс с этим конечно еще и это отражалось в их литературном творчестве но в основном конечно поэтическим творчеством там занимались данты габриэль рассетти и уильям моррисон ну также еще несколько творцов этого круга это скандальная в общем-то троица наверное не успела бы развиться во что-то серьезное если бы их не взял под свое крыло весьма авторитетный в то время Джон Рескин или Рескин или Раскин по-разному иногда озвучивается его британская фамилия блестящий знаток искусства в том числе итальянского и совершенно завзятый русофоб всеми силами души ненавидевший Россию Российскую империю Российскую культуру что в общем наверное тоже симптоматично в известной степени и вот собственно говоря прерифолииты настолько увлекались своими опытами по перенесению наркотических впечатлений на хост и бумагу что это привело даже к смерти от передозировки опиума их главной музы и супруги Габриэля Данте Россетти Элизабет Сиддал тоже поэтессы и знаменитые модели эту прекрасную рыжеволосую девушку можно видеть на знаменитой картине Джона Эверетта Милле Офелия где она представляет собой Офелию покончившую жизнь самоубийством и надо сказать что картина это просто произвела в свое время невероятный фурор и привлекла внимание к вот только что появившейся группе молодых художников и широкой общественности и снискала в общем-то одобрение даже изначально очень агрессивно относившихся к ним художественных кругов художественной элиты но ну вот это прекрасно рожеволосая девушка позируя для Джона Милле часами лежа в ванне с холодной водой едва не умерла от переохлаждения а впоследствии сделавшись супругой Рассетти настолько пристрастилась к наркотикам что окончила свою жизнь от передозировки опиумом но впрочем Рассетти не то чтобы всю жизнь по этому поводу сокрушался но достаточно быстро нашел себе другую музу в лице супруги одного из своих подвижников Уильяма Моррисона Джейн Моррисон которая стала тоже его постоянной моделью и которой он впоследствии на протяжении своей не очень продолжительной жизни наполненной экспериментальным употреблением всевозможных наркотиков весьма и весьма часто изображал на своих многочисленных картинах надо сказать что вот прерыв элиты были в своем роде такими как бы подобием хиппи наверное 60-х годов следующего столетия то есть это была такая молодая кровь которая очень активно взбодрила вообще всю британскую художественную общественность и вот она задала направление всей британской художественной мысли именно в отношении поиска да вот этого какого-то совершенно иного идеального мира во многом именно творчество прерыва элитов сделало возможным появление и развитие необычайную популярность такого чисто британского жанра как литературная сказка фэрри тейл художественная литературная сказка как такая совершенно особенная форма литературного творчества которая впоследствии превращается в то что мы знаем под именем фэнтези именно того жанра к которому относятся и книги Джоан Роулинг если поначалу вот это творческое направление никоим образом не порывает еще внешне по крайней мере с христианством то чем дальше чем ближе конец 19 начала 20 века тем этот разрыв становится все более и более определенным и явным и творцы британской литературы самые известные британской культуры вообще они постепенно начинают все более и более явно отходить от христианских начал в своем творчестве увлекаясь какими-то совершенно иными вещами сэр Артур Конан Дойл посвящает последние годы своей жизни не шуточному а совершенно серьезному поиску каких-то возможностей попасть в мир фей используют появившийся уже в то время фотоаппарат для того чтобы каким-то образом попытаться запечатлеть существ этого невидимого мира пытается установить контакт с феями собирают сведения и предания об эльфах всеми силами своей души этот знаменитый создатель Шерлока Холмса и других известных персонажей стремится и пытается попасть вот в этот какой-то совершенно иной мир сказочный мир направление к поискам которого было указано еще литературой романтизма и знаменитым Кублое Ханой с его дворцом постепенно творческое начало вот этих писателей окончательно прорывает с христианством и приходит к поиску и к выражению совершенно других может быть и вполне добрых и таких где-то христианских по своей нравственности произведений но в то же время никоим образом не поддерживающих связи с вообще Евангелием и Евангельским началом как таковым постепенно вообще упоминание Христа и Евангелия становится ну чем-то таким сродни дурному тону в этих произведениях этому во многом конечно способствует и вот тот образ христианского воспитания который практиковался в то время в Британской империи тот кто пожелает познакомиться с ним подробнее может прочесть замечательную повесть Реди Орда Киплинга «Паршивая овца» вот в этой повести самым великолепным и подробным образом описывается то как из в общем-то доброго мальчика при помощи христианского воспитания получился абсолютно убежденный противник христианства и убежденнейший член масонской ложи кем Киплинг стал во взрослом возрасте навсегда в общем благодаря именно вот такому агрессивному жестокому и совершенно бесчеловечному и по сути не христианскому христианскому по форме по внешности воспитанию которому он был подвергнут совсем еще в таком юном возрасте и вот эта проблема проблема того что евангелие оказывается навязанным образ христа является навязанным в то время когда кругом и внутри человек открывается какой-то совершенно сказочный волшебный мир он вызывает резкое постепенное но вот в то же время очень решительное такое отторжение в британском обществе в британской читающей публике и когда благодаря трудам тех кто прежде потрудился на этом поприще появляются вот такие действительно отцы-основатели фэнтези как Джон Рональд Ройл Толкин и Клайв Степплс Льюис в общем-то к этому времени уже открыто говорить о Христе о Боге о Евангелии ну становится просто невозможно никто не стал бы читать подобного рода литературу и вообще говоря вот в этом конечно направлении духовном направлении вот в этом поиске какого-то совершенно иного другого волшебного мира на Ниве чего потрудилось такое значительное число именно английских авторов оно является такой наверное очень разительной чертой которая отличает собой британскую литературу от ну например литературы русской не случайно у Льва Николаевича Толстого в его произведениях сквозит такая вот постоянная плохо вообще невероятно плохо скрываемая такая какая-то ну можно сказать даже ненависть неприятие нетерпимость по отношению к вот этому направлению прерафаэлитов художестве и литературе современной ему творческой элиты Европы художника прерафаэлита которого он упоминает в романе Анна Каренина Лев Николаевич называет не иначе как дураком дурак прерафаэлит говорит он о представителе этого художественного направления противопоставляя ему своего ну так сказать друга единомышленника художника Николая Ге который так вот выведен тоже по всей вероятности в романе Анна Каренина и угадывается за тем русским живописцем который пишет портрет Анны ну и действительно русская литература в основном идет по пути психологизма по пути изучения самых тонких скрытых тайных движений человеческой психики по поиску обостренному поиску того что является правильным под руководством и нравственного чувства и зачастую откровенно в общем такого евангельского христианского начала как это было выражено кстати говоря даже и у Льва Николаевича Толстого в некоторых его персонажах и уж безусловно получилось свое выражение у Федора Михайловича Достоевского и вот это направление да когда в центре изучения литературы становится человек его психика его внутренняя жизнь его отношение с Богом с окружающими построенными на принципах нравственности оно конечно является собой ну вот такое разительное отличие от того направления которое было избрано литературой британской но вот в той ее части конечно нельзя говорить целиком потому что было Диккенс были и другие авторы Джойс которые в общем-то преследовали тоже другие совершенно принципы в своем творчестве но тем не менее очень значительная часть британской творческой элиты она как раз таки движется вот в этом совершенно другом направлении направлении от этого мира к какому-то миру совершенно иному вымышленному фантастическому лучшему идеальному миру в который нужно найти проход в который надо прорваться ключом в который может быть употребление упьемной настойки или какого-то другого доступного вещества и вот это во многом определяет характер вот этого духовного поиска который и приводит в своем постепенном развитии через такие имена как и тот же Оскар Уайт или Эдит Несбет и Александр Милн и на самом деле еще огромное количество других менее у нас известных авторов приводит к появлению таких монументальных просто образцов построения вот этого совершенно иного мира мира который вытесняет собой реальность который является улучшенным выражением этой реальности который начинает строить вот такие авторы как например Токен и Клайв Степлос Льюис но вот эти последние авторы они являются христианами по своему воспитанию и по своим убеждениям причем христианами не внешними не поверхностными но действительно глубоко верующими для которых их религия означает достаточно много но вот на фоне и в результате тех литературных идеологических процессов которые происходили в британском обществе открыто говорить о своем христианстве о своем творчестве становится просто невозможным поэтому изобретаются какие-то обходные пути ну Льюис как мы знаем изобретает свою нармию в которой роль Христа играет Лев Аслан Токен намного более изощренно зашифровывает какие-то христианские и вот такие религиозные идеи в своем творчестве и в своей огромной трилогии для которой он тоже создает целый мир со своей мифологией и историей и своими языками и вот тем не менее их последователи продолжатели они настолько уже увеличены самой идеей и возможностью создания вот этих миров что жанр фэнтези он просто врывается в общественное сознание во вкус и читающей публики и создание вот этих миров в которых Бог может присутствовать в каком-то таком скрытном и тайном каком-то виде а может не присутствовать вообще становится ну вот таким наверное одним из определяющих моментов для всей англоязычной британской литературы а Джоанна Роулинг в этом смысле как мы видим не является изобретателем чего-то нового она лишь творческие и в какой-то момент наверное удачно ну по крайней мере в коммерческом и таком популярном отношении развивает все те идеи которые были сформулированы ее предшественниками и собратьями по литературному труду и выражает их вот в этой своей известной знаменитой серии книг ну и затем фильмов о Гарри Поттере ну и также сопутствующих каких-то героях которым посвящены ее произведения внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео «Гарри Поттере»